друзья всем привет сегодня хотела бы сделать обзор отзыв на планетарный миксер мулин x я им пользуюсь уже две с половиной недели и хотела бы рассказать о плюсах и минусах с которыми я столкнулась за это время так первый и очень большой плюс это в том что у него присоски я взбивала яйца либо тесто то есть он шатался но стоял всегда на месте это очень удобно я не бегала за ним и не боялась что он упадет за это я ставлю ему очень большой плюс 2 плюс за что я хотела бы ему поставить это за тесто такую мешалку точнее для капкейков действительно я готовила практически каждый день и тесто у меня взбивалась хорошо единственное только один раз это первый раз у меня тесто получилось в комочках потому что я еще не до конца разобралась с режимом скоростей но потом уже со второго и третьего раза все получалось идеально третий плюс я ставлю за венчик потому что я использую маленькие объемы допустим белка взбивания либо самого желтка масло и вот он размешивает очень хорошо маленькие объемы тоже для меня это было очень важно потому что я небольшие заказы готовлю и естественно белков у меня получается не так много допустим это я тоже ставлю очень большой плюс четвертый плюс за что я хотела бы поставить это за дополнительные насадки которые можно приобрести в магазине мулинекс они не такие дорогие здесь можно поставить мясорубку а здесь можно поставить миксер специально это тоже огромный плюс я уже присматриваю себе новые насадочки для моего миксера про крышку крышка ложится плотно когда вы закрываете чашку она никуда не двигается даже очень сложно ее развернуть поэтому когда вы начинаете готовить уже ставьте крышку в удобную для вас форму а так тоже это очень герметично про режим скоростей их здесь шесть я тогда говорила что их 5 я немножко ошиблась вот я на самом деле с ними не до конца разобралась я шестую скорость практически не использовала потому что она слишком сильно взбивает я пока что не готовила такие блюда где прямо на мощную нужно ту же мерингу взбивать уже на последней скорости поэтому меня устраивала а вторая скорость и пятая приблизительно я на этих скоростях отлично готовила все продукты ну что поговорим о минусах их практически нету но мне кажется на это тоже стоит обратить внимание первый минус это то что объем чаши большой из-за того что у меня маленькие порции для взбивания иногда допустим тоже масло прилипает на чашу и мне приходится отключать миксер чтобы перемешать и заново это все включать это небольшой минус такой ну как сказать тоже небольшой тут уже смотрите сами вот но мне это приносит небольшой дискомфорт второе на что хотела бы обратить ваше внимание это когда я включаю миксер на мне мои домочадцы говорят что он шумноватый то есть если на 1 2 скорости он еще более менее то на 3 и выше он уже прям шумит так прилично то есть когда я читала про него сама отзывы везде говорили что он не шумный но это лиф он шумноватый о крышке на самом деле она сидит плотно и все хорошо но она не совсем удобная то есть когда я успеваю что-то внутри я не использую крышку потому что не очень удобно вот в маленькое такое отверстие насыпать допустим ту же муку и сахар но еще сахар более менее удобно а так ну я без крышки использую потому что для меня она не функциональна вы еще у вас такой момент спросить потому что я нигде не нашла информацию в комментариях у меня спросили если защита от перенапряжения или от перенагрева не нашла не в инструкции эту информацию не в интернете если вы знаете про это что-нибудь напишите пожалуйста в комментариях потому что мне самой стало интересно и либо если я что-нибудь какую-то информацию найду я обязательно вам отпишусь подводя итоги моего обзора хотела бы сказать что этому миксеру я поставила 4 из 5 для домохозяйки как я он отлично подойдет если вам понравилось данное видео ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал